добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги и партнеры если меня слышно хорошо поставьте пожалуйста плюсики в нашем чате у нас с вами сегодня вебинар компании skyway кексу презентация проекта постараемся провести его достаточно динамично быстро информативно как всегда он будет состоять из двух частей первая часть у нас будет краткий рассказ о технологии о которых вчера подробно рассказывали в течение четырех часов в нашей вебинарной комнате каждую среду об этом говорят алексей сухадуев сергей сибиряков по понедельникам дважды в день александр манко рассказывает о преимуществах технологии skyway также воскресенье он проводит мероприятие которых рассказывает на семейных встречах да с чем вы имеете дело где более подробно рассказывать о преимуществах то есть она представляет и сравнивать другими проектами и так далее также сегодня в 19 часов будет вебинар владимира маслова на котором он будет рассказывать о его технологии и об адресных проектах и как в этом направлении двигаться работать и так далее итак две части первая часть это непосредственно краткий рассказ ознакомления с технологией потому что презентация по большому счету рассчитана на людей которых вы приглашаете для ознакомления с нашей информации которые возможно впервые слушают эту информацию да либо кому-то там в начальном этапе для закрепления информации еще важный момент если вы сами приглашаете новых людей конечно было бы здорово если в этот в этот же день в это же время вы находились в нашей вебинарной комнате чтобы потом можно было ответить на вопросы людей они могут заинтересоваться информации они могут заинтересоваться технологии возможности получения дохода то есть каждый здесь находит что-то свое итак друзья прежде чем кратко рассказать о технологии разработанной от выдающим юницким мы будем вести с вами речь о струнных технологиях о технологии skyway так называемой небесной дороги и нельзя пройти скажем так четыре важных пункта то что компания skyway capital речь о которой сегодня идет зарегистрирована в великобритании да на основании скажем так британского права увидите код внизу компании по которым она зарегистрирована великобритании под названием skyway инвест групп skyway capital торговой марки компании под которой она работает на международном рынке компания является официальным партнером группы компании skyway по привлечению инвестиций для реализации той самой технологии которая заработала анатолий дар чиницкий по сути дела вся деятельность которой занимается компания skyway capital она направлена привлечение инвестиций по сути мы всей этой деятельностью делаем следующее то есть способствует выведению нового транспорта на мировой транспортный рынок а те люди которые становятся владельцами технологии соответственно в ближайшем будущем будут получать доход от тех пакетов долей компании которые сегодня они могут приобрести и важный момент то что компания skyway capital переняла успешный опыт работы компании россии систем которая начала привлечение инвестиций январе 14 года в реализации технологии и работает на базе так называемых крауд инвестинга или народного инвестирования люди которые сегодня становятся владельцами данной технологии в дальнейшем смогут получать доход с большого количества адресных проектов для технологии будет использована по сути ситуация сегодня складывать таким образом как все мы с вами знаем что айти технологии интернет технологии все прочнее и прочнее входят нас с вами жизнь да то есть мы можем осуществлять огромное количество различных действий благодаря интернету вот от обучения вот общение между собой скажем так до банковских операций много чего еще позволяет делать интернет сегодня но это развитие интернета началась где-то 70-х годах прошлого столетия да и появились люди которые стали работать в этом направлении стали работать над устройствами которые в дальнейшем стали создавать и они позволяют сейчас люди выходить в интернет программным обеспечением и так далее то есть ситуация складывается у нас точно так же как это было у билла гейтса у стила джобса майкл дэлла семидесятых годах то есть у них были идеи они были готовы вводить в жизнь новые скажем так и программы и устройства как я уже говорил то есть развивать свои компании им необходимы были нужны инвестиции и сегодня представьте себе да то есть анатолий дарвич юницкий который почти 40 лет разрабатывает и внедряет транспортную технологию которая ближайшие два три года войдет нашу с вами жизнь а в ближайшие там 5 7 10 лет прочно войдет уже пользованную разных уголков земного шара и данная технология будет приносить доход тем кто сегодня примет участие в инвестировании строительство тестового участка на территории республики беларусь сегодня это называется экотехнопарк об этом мы с вами поговорим немножко позже итак анатолий дарвич юницкий человек который начал заниматься разработкой этой технологии в конце 70-х годов прошлого века российский белорусский советский ученый изобретатель предприниматель своей книги и уже скажем так вышли несколько новостей у нас по сайте вы можете с этим новостями ознакомиться он рассказывает о том как он пришел понимание струны технологии началось все скажем так с главной идее не ракетного освоения космоса вот а уже струны технологии и высказы средствами да струны транспорт той самой первой идее которая родилась в голове натуре дарча лицкого за время внедрения технологий как я вам сказал 39 лет он руководил двумя проектами организации обменных наций который выделял денежные средства на развитие разработки технологии то есть эксперты этой структуры давали свои оценки свои экспертные заключения то что вкладывать деньги необходимо данной технологии глядя на те преимущества которые она может дать человечество он стал членом федерации космонавтики ссср которая одна из первых признала технологию разработанную низким перспективность использования на территории советского союза первую очередь да за все время работы анатолий дарча ницкого более 140 изобретений несколько десятков которых сегодня на практике уже применены он автор 19 монографии более 200 различных научных работ которые печатали с разных средствах массовой информации научные здания и не только скажем так советского союза россии но также за рубежом более подробную информацию кто такой анатолий дарча ницкий до его работы огромное количество материалов по технологии вы можете найти на сайте 3w ницкий точка ком вплоть до материалов по государственным контрактам которые были заключены на третьем этапе развития технологий когда анатолий дарча ницкого был свой собственный испытательный полигон демонстрационный участок подмосковном городе озер это было на третьем этапе развития технологий здесь вы видите на слайде 4 условно этапа до который прошла струнная технология и сразу же хотел бы добавить то что струнная технология не просто транспорт второго уровня которым я сейчас включу ролик это также строительство мостов это строительство взлетно-посадочных полос аэропортов аэродромов это строительство струнных портов которые могут быть весен вынесены в акватории морей океанов и озер под береговой линии что экономит огромное количество денежных при строительстве этих порта фото при дальнейшей сходove также это строительство и проектирования высото здание и здание протяжно high инстак binding все это струнный технологийri'у aktori gar domestic 후 три высших образования первое из них направление транспортом инженер транспорта до второе образование то патентное правоизобретательство и третье образование анатолия брайщера рычиалининского taugas стоят строительство и проектирование высотных зданий инфраструктурных сооружений Все знания он сегодня использует на практике техно-у-хау, которые применяют свои технологии. Прежде чем кратко вас ознакомить с четырьмя этапами, условно, на которые мы разбиваем развитие технологий, я вам включу ролик, который вам продемонстрирует то, что из себя представляет технология Skyway. То, что из себя представляет технология под названием Transnet. Мы это часто называем следующий этап развития мировой паутины. Только мировая паутина не интернет, не IT-технологии, к которым мы с вами привыкли, а мировая паутина перемещения грузов у людей. И все достоинства и преимущества сегодняшнего развития IT-технологий будут реализованы и в технологии Transnet. Итак, друзья, небольшой двухминутный ролик, и дальше мы с вами продолжим. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система неоптимальна и не отвечает требования времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Transnet – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанная в научном мире и проверенная годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Transnet эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, ролик наглядно показывает, что из себя представляет технология SkyWay. Ее основные отличия от тех транспортных технологий, которые мы с вами повседневно используем в своей жизни. В принципе, их четыре основные транспортные технологии. Это автомобильный транспорт со всей его инфраструктурой. Вот моменты, скажем так, создания автомобилей до конечной утилизации. Это железные дороги, грузовой транспорт, высокоскоростной пассажирский транспорт. Это городской транспорт в нескольких видах. Есть электротранспорт экологически чистый, троллейбусы, трамваи. Есть автобусы, маршрутки и так далее. И личный транспорт автомобиля. Есть водный транспорт. В принципе, с водой у людей, скажем так, все началось намного раньше. Вы знаете, что наши предки еще в доисторические времена, до нашей эры, использовали локи, корабли, для того, чтобы перемещаться, скажем так, по территории нашей планеты. И есть авиационный, воздушный и транспорт такой, как самолеты и вертолеты. Разные авиации есть. От шельхозавиации до, скажем так, дальней авиации, средней авиации, военной авиации. Но она к транспорту отношения фактически не имеет, за исключением военно-транспортных самолетов. Итак, четыре этапа развития технологий, которые мы с вами видим на данном слайде. Первый условный этап начался в конце 70-х годов, в 77-м году, и длился до 94-го года. Это то время, когда было подано первое заявление на изобретение. Это первая публикация в научной прессе, в первую очередь, Советского Союза. Грант Советского фонда мира на развитие технологий. Это научно-практическая конференция, которая прошла в 80-х годах на территории города Гомель. Да, это вот как раз таки признание Федерации космонавтов СССР перспективности использования струнных технологий. Членом которой Анатолий Дарвич являлся. С 95-го по 2000-й годы это, скажем так, Санкт-Петербург. Достаточно длительное время испытания в аэродинамической трубе. Демонстрация первых действующих физических моделей. Получение первого гранта организации обменных наций. Ну и по сути на бумаге была отработана технология первого поколения будущих ударов Skyway. Третий этап очень важен тем, что Анатолий Дарвич Юницкого был в подмосковном городе Озер и свой испытательный центр, полигон, как мы его называем. Именно на этом полигоне был отработан целый ряд методик. На этом полигоне, скажем так, целый ряд структур государственных давали свои экспертные оценки технологий, разработанные Юницким. Целый ряд международных делегаций посещали территорию полигона и видели, что из себя представляет транспорт. Ну и именно в этот промежуток времени, скажем так, о технологии узнал весь мир, потому что было большое количество тематических передач, публикаций в прессе, на телевидении, в новостях, на целом ряде государственных каналов и региональных каналов рассказываются технологии, разработанные Юницким. Именно в это время были заключены государственные контракты о строительстве дорог в разных регионах Российской Федерации. И здесь был получен второй грант организации обменных наций. И, по сути дела, в конце развития третьего этапа технология была продемонстрирована президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Это был 2009 год. Губернатор Ульяновской области Морозов рассказывал о технологии. И те из вас, кто зашел в нашу комнату где-то минут за 10 до начала вебинара, они видели ролик, где был госсовет, на котором присутствовали губернаторы всех регионов Российской Федерации, министры профильных министерств. И речь шла о технологии, разработанной Юницким. Медведев сказал, да, это инновация, но сейчас трудно с деньгами. Найдете деньги, развивайте, пожалуйста, в вашем регионе эту технологию. Хотя по окончанию данного мероприятия было дано распоряжение Министерству транспорта изыскать около миллиарда рублей на развитие технологии Юницкого. К сожалению, через неделю после окончания госсовета, и те из вас, кто заходил сегодня в раздел новостей на сайте, Анатолий Георгиевич снова рассказывает, что через неделю за один день разобрали полигон в подмосковном городе Озер и увезли в неизвестный направл. То есть, казалось бы, да, то есть, показали президента, и вроде бы все должно развиваться, но, к сожалению, эффект был обратный. Важно, что Юницкий не опустил руки, продолжал работать над своей технологией. Плавное, скажем так, развитие данной технологии перекочевало в третьего этапа на четвертый, в котором было принято решение после многочисленных переговоров с административным ресурсом и с людьми мира бизнеса оценить интеллектуальную собственность Анатолий Георгиевич и Юницкого. Это сделали, скажем так, независимые европейские агентства и компании, и на основании этой интеллектуальной собственности, которая была отменена в 400 миллиардов долларов, даже с хвостиком, зарегистрировать компанию в Великобритании и начать привлекать инвестиции с целью строительства подобного теста участка, который был в подмосковном городе Озера, чтобы продемонстрировать еще раз данный транспорт, засертифицировать его. И Юницкий обратился со своими коллегами к тем людям, кому нужен безопасный, высокоскоростной, комфортный, экологически чистый транспорт. То есть, по сути дела, к нам с вами. Обычно людям, которые увидели перспективу данной технологии, увидели, что данная технология действительно может изменить экологическую ситуацию на нашей планете, сделать ее чище, сделать ее красивее. Много вредных производств может уйти из нашей с вами жизни, благодаря тому, что мы будем использовать данную технологию. То есть, поначалу были люди, как мы называем их, идеями, которые увидели действительно перспективу, в первую очередь, технологии и поверили генеральному конструктору. Но, тем не менее, среди них были и те, и это нормальная ситуация, которые увидели еще возможность получения дохода. А потом те, кто, скажем так, увидел просто идею, тоже увидели, что еще здесь можно стать финансово обеспеченным человеком и стали активно делиться информацией с людьми, которые окружаются повседневной жизнью. Итак, четвертый этап. Задача на четвертом этапе, на котором мы сегодня находимся, это привлечение инвестиций с целью финансирования строителей, что это технопарк, а сегодня так это называется, на территории Республики Беларусь. Об этом мы с вами немножко впереди поговорим. А сейчас короткий ролик, который продемонстрирует то, что проводились испытания на полигоне в подмосковном городе Озера. То, что данная технология, скажем так, они рассказывают на целом ряде каналов центрального телевидения. Готов, прием! 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес, живет на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс-струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная транспортная система, это очень надежная система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком в 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации с 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствуют полноразмерным изделиям и позволяют моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволило спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, полигон был. Его, к сожалению, сейчас нет. Но у нас сейчас уже, скажем так, полный рост строительства нового тестового участка, демонстрационного участка, центра сертификации и демонстрации в Минске области. То есть деньги, которые сегодня привлекаются впоследствии к краудинвесту, ведутся все на возведение тестового участка, демонстрацию возможностей транспорта SkyWay, будущей сертификации и выход на мировой транспортный рынок. На данном слайде вы видите небольшой перечень структур, которые давали свои экспертные оценки во время существования полигона в подмосковном городе Озера. Я думаю, какие-то из этих структур как бы на слуху. Тоже Министерство экономики и транспорта, например. Российская инженерная академия, Петербургский университет, Татей и Сообщение, Институт проблем транспорта Российской академии наук. Про организацию уменных наций мы говорим. За время разработки технологий Анатолий Дарович университет, как раз очень важным промежутком до 2001-2009 год, принимал участие в целом ряде форумов, просвещенных различным техническим и научным разработкам, но в первую очередь в направлении транспорта. Было получено за это время более 40 международных дипломов и наград при участии в различных форумах, как я вам говорю. Было получено более 50 патентов на ноу-хау, которые юницкие используют в своей технологии. Преимущества. О них можно говорить очень долго. Давайте кратко просто пробежимся. Низкая себестоимость строительства и оказания транспортных условий. По сравнению с теми видами транспорта, которые мы сегодня имеем. Минимальный землеотвод. То есть сотни раз меньше, чем для строительства обычной автомобильной дороги. Вы поняли из ролика, что транспорт поднят над землей. Высочайший уровень автоматизации. Наивысшая степень безопасности, то есть в тысячи раз безопаснее, чем автомобильный транспорт. Кстати, часто Анатолий Дарвич любит приводить пример, что автомат Калашникова за последние годы убил гораздо меньше людей, хотя это оружие убийства, чем автомобили. Около миллиона людей ежегодно погибает в автомобильных катастрофах. Даже один из топ-факторов, что потоки транспорта и людей будут разведены по разным уровням, то есть они не будут пересекаться, уже сохранит миллионы человеческих жизней. За те годы, когда будут строиться, возводиться дороги и потом в дальнейшем использовать. Минимальные эксплуатационные расходы. Можно использовать возобновляемые источники энергии на эстакадах, которые будут строиться. Далее отсутствие вредных воздействий на человека и природу. То есть целый ряд причин. Низкий уровень шума, низкий уровень вибрации, что будет положительно сказываться, скажем так, даже на реле обитания тех животных, где будут возводиться подобные дороги. Экономия времени и финансовых затрат, потому что дешевле строить и быстрый срок окупаемости данных дорог. То есть преимуществ по отношению к тем технологиям, которые мы сегодня с вами используем в повседневной жизни, большое количество. 2014 год, когда началось привлечение инвестиций, по сути дела он был таким установочным. И одним из важных событий именно в 2014 году стало открытие нашего научно-производственного предприятия в городе Минске. То есть появился в мае месяце первый, скажем так, конструкторский персонал. Сейчас это уже порядка 150 человек, которые работают на территории Республики Беларусь. Ключевым моментом стал 2015 год, потому что именно в 2015 году вначале определились с участком местности, на котором будет возводиться будущий тестовый участок. Сейчас называется это Экотехнопарк. В Минской области, недалеко от города Марина-Горка, в Куховичском районе, площадь почти 36 гектаров. В июне месяце состоялся так называемый аукцион на землю. И было принято решение закрепить данный участок местности за предприятием струнной технологии, которым руководит Анатолий Дарвич Юнис. Он же является генеральным конструктором технологии в целом и генеральным директором ЗАО струнной технологии. В конце июня была внесена запись в единый государственный регистр недвижего имущества Республики Беларусь. Далее у нас была осуществлена реструктуризация группы компаний SkyWay, то есть перерегистрация на территорию Британских Сержинских островов и переход на работу с пакетами долей компании в долларом эквиваленте. В конце июля были проведены первые изыскательные работы на территории Экотехнопарка. Был проведен первый субботник, участником которого мне тоже посчастливилось быть. И с конца июля началось строительство демонстрационного центра в Минской области. В чем, кстати, убедилось большое количество людей. Более 700 человек у нас присутствуют на мероприятии, которое было 23-24 апреля в городе Минске в Минской области. Более 700 человек были на территории Экотехнопарка и увидели, что на сегодняшний день проделано на те денежные средства, которые компания, скажем так, приняла на себя в виде инвестиций простых физических лиц. Далее, осенью 2015 года территория Экотехнопарка и конструкторское бюро посетила небольшая делегация Лаве с Родом Холком из Австралии. В начале лета они впервые услышали информацию о технологии Минского, ознакомились с ней и в сентябре приехали уже вживую, познакомились с генеральным конструктором, посмотреть, что из себя представляет технология, что за люди продвигают ее у нас здесь. Также в сентябре специалистами нашей компании в 2015 году был получен, так называемый, международный код, идентификационный код ценной бумаги. То есть это та процедура, которая проходит практически все публичные компании, акции которых сегодня скотируются на биржах. Осенью же группа компаний Skyway и Залов струнной технологии вместе с Пуховичским райисполкомом принимали участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». Там порядка 20 проектов, на которые распределилась сумма в размере 5 миллионов евро. И, скажем так, мы были участниками, и часть этой суммы перепала и группе компаний Skyway, и они пошли в развитие строительства Экотехнопарка. 17 октября 2015 года состоялась процедура закладки нулевого километра дороги Skyway в будущем. Вы видите, да, на нижнем рисунке, на нижнем, скажем так, фотографии данного слайда, да. Была проведена международная конференция с несколькими десятками инвесторов с разных стран мира, которые приехали в Белоруссию. И важным мероприятием, которое было в 2015 году, стало начало использования нового инвестиционного продукта в нашем проекте. Это возможность приобретения пакетов долей компании, группы компаний Skyway в рассрочку. Данный, кстати, способ показал полностью свою эффективность, огромное количество плюсов как для компаний, так и для инвесторов. Инвесторы могут с незначительными ежемесячными инвестициями получить серьезный доход по окончании выплаты рассрочки, да, в виде, скажем так, того количества акций, которые они получают, и в дальнейшем эти акции можно либо будет продать при выходе группы нашей компании на мировой транспортный рынок. И вот я, наверное, добавлю еще, что не сказал в рассказе о технологии, то, что у группы компаний Skyway существует 15-этапный план выведения технологий на мировой рынок. Сегодня мы находимся на седьмом этапе реализации данной технологии. Каждому этапу соответствует свой уровень доходности пакетов долей компаний, которые могут приобретать инвесторы. Соответственно, по мере перехода с этапа на этап рисковость денежных вложений от людей снижается на каждом этапе. То есть венчурность проекта, он был венчурный проект, венчурные – это рисковые инвестиции, да, с каждым днем они снижаются, потому что у нас каждый день на территории эко-технопарка проходит, точнее, проводится большой объем работ, да, и в принципе в последних роликах, я думаю, многие из вас видели, что сейчас делается на территории эко-технопарка. 15-й год закончился, наступил 16-й, и в самом начале 16-го года получил продолжение истории взаимоотношений Анатолия Дарвича и господина Медведева. Он сегодня является премьером Российской Федерации. В начале года Анатолий Дарвич написал письмо, поблагодарил его за то, что он в 2009 году обратил внимание на технологию, и сказал, что тот вопрос, который вы задали, вы можете ролики-то все посмотреть, потому что 4 с лишним минуты ролик вы можете найти на наших видеоресурсах, да, в интернете. И поблагодарил за то, что он обратил внимание на технологию, сказал, что деньги мы нашли, да, то есть главный вопрос решили, пригласил в конце 16-го года посетить территорию эко-технопарка и посмотреть своими глазами, что проделал. Далее, в феврале месяце 11-го числа экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации признал технологию, разработанную винистом инновационной, а 25-го марта экспертный совет признал данную технологию, помимо того, что она инновационная, еще и перспективная. То есть перспективная, соответственно, высока вероятность использования ее на территории Российской Федерации. Но, конечно, скажем так, не то чтобы с оговоркой, тем не менее, Министерство транспорта за нами наблюдает и ждет, что произойдет осенью на территории эко-технопарка. А осенью произойдет следующее. Очень важным мероприятием в этом году для группы компании Skyway станет мероприятие в городе Берлине с 20-го по 23-е число большой транспортный форум под названием Эно-Транс. И в номинации, да, или в категории транспортные инновации будет представлена технология Skyway. Как сказал Анатолий Дарвич Юницкий, в Берлине мы продемонстрируем транспортные средства Skyway, которые прямиком после данного форума направятся на территорию эко-технопарка. И в октябре, ближе к концу, наверное, октября, у нас состоится крупное международное мероприятие, на котором ожидается несколько тысяч инвесторов. И там уже будет продемонстрирована действующая городская трасса Skyway. Все чаще в последнее время информация распространяется о нашей технологии в средствах массовой информации. Буквально здесь, скажем так, взято несколько примеров, их гораздо больше. Это сайт агентства Росбалт. Это и партнер ЖД-партнер, казалось бы, да, то есть наши конкуренты в какой-то мере. Но тоже размещают информацию о развитии технологий. Это издательство Интерфакт, всем известное. Ну, по крайней мере, на территории Российской Федерации точно известно. В Австралии было много, скажем так, внимания уделено средствам массовой информации, технологии, разработанные на Ленинске и на радио, и на телевидении. И вот вы видите сайт университетов Лимберс в Австралии, на территории которого будет построено 500-метровый участок, который и продемонстрирует, что из себя представляет транспорт. И этот же, скажем так, участок дороги, он уже будет коммерческим проектом, который тоже в дальнейшем будет приносить прибыль. Что еще хотелось бы отметить? Буквально недавно, да, то есть какие-то две недели назад был еще раз приезд специалистов из Австралии на территорию наших конструкторских бюро. Приехал уже не только Ротхук, который сейчас возглавляет компанию Skyway Австралия. Он с собой привез специалистов, которые, скажем так, не понаспешки знают, что такое строить и развивать крупные инфраструктурные проекты, люди, которые принимали участие в строительстве самого высокого небоскреба в Минокараппортах Эмиратов. Вот они приехали посмотреть, что проделано на территории наших конструкторских бюро, на территории Экотехнопарка, и с твердым намерением помогать в развитии данного проекта они уехали в Австралию. Это было вот буквально несколько дней назад. Если вы обладаете пытливым умом, вы можете зайти в раздел новостей на сайте компании Skyway Capital. И там у нас целая подборка новостей о пребывании в австралийской делегации на территории конструкторского бюро, на территории Экотехнопарка, о чем шла речь и так далее. Планы компании на 2016 год – это завершить строительство городской линии Skyway участка на территории Экотехнопарка, где-то к октябрю месяцу, продемонстрировать действующие модели транспортных средств. Также параллельно сейчас строится легкая трасса для демонстрации юнибайков. И, кстати, тоже движущие транспортные средства юнибайк будут приставлены на выставке на транс. В этом же году получится свое развитие строительство грузового участка Skyway. И уже в 2017 году, скажем так, будет продлен участок, который сейчас городской, высокоскоростного Skyway протяженностью до 15 км в час, где нужно будет продемонстрировать возможности высокоскоростного Skyway. Кстати, если добавить, то скоростные показатели трех сегментов транспортного рынка. Городской Skyway до 150 км в час, грузовой до 120 км и высокоскоростной междугородний до 500 км в час. Это планы компании на 2016 год. И я сказал, что одно из мероприятий крупных уже прошло, 23-24 апреля, был эко-фестиваль в городе Минске, в Минске области, на котором присутствовало более 700 человек наших инвесторов, более чем из 20 стран мира. Сейчас же я хочу добавить следующее, то, что на сегодняшний день инвесторы у нас в нашем проекте из 72 стран. То есть и развивает, скажем так, количество стран, в которых приходят денежные средства на развитие технологий, и количество людей, которые принимают участие еще и в бизнесе, о котором мы с вами сейчас буквально через несколько минут поговорим. По сути дела, завершить, наверное, рассказ о технологии, я хотел бы роликом, которому Анатолий Дарвич Уницкий, лично на территории Экотехнопарка, показывать, что сейчас происходит. Этому ролику где-то там порядка 10 дней всего, да, поэтому я вам предлагаю его посмотреть, возможно, даже не весь, и дальше перейти к предложению компании «Скайуэй». Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости «Скайуэй», в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Уже осенью ожидается пуск первой очереди Экотехнопарка «Скайуэй», поэтому на стройплощадке, несмотря на непогоду, свалившуюся на наши головы в июбре, не прекращаются строительные работы ни днем, ни ночью, ни в выходные дни. Причем проходят они под непосредственным руководством отца-основателя прорывных транспортных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Сегодня 11 июня, суббота, мы находимся в Экотехнопарке. Работа идет полным ходом, хотя в выходной день прошел дождь, холодно, ветер дует, даже с градом где-то, да? А работа идет полным ходом. Строится вторая анкранная опора, идет заливка уже, дело опоры, фундамент залит, мы уже поднимаемся вверх, скоро выйдем уже на поверхность земли. Отрыты фундаменты, котлованы под фундаменты промежуточных опор легкой транспортной системы, где будут ходить легкие юнибусы и городские юнибайки, в первую очередь юнибайки. И сейчас идет подготовка уже под фундаменты, заливается бетон вот под эти опоры. Мы сегодня планируем залить 7 миксеров под фундамент анкранной опоры и один миксер вот под подготовку фундаментов под легкую опору. Мы стоим сейчас во второй анкранной опоры, она у меня за спиной, городской трассы, которая потом будет продолжением высокоскоростной трассы. Она пройдет туда на 15 километров. Вторая анкранная опора, это видно визуально, отличается от первой, потому что на первой опоре будет еще музей SkyWay и две станции, станции городского SkyWay и высокоскоростного. Вот эта опора, которая у меня за спиной, которая сейчас строится, она будет транзитная, через нее транспорт будет приезжать, но там будет возможность еще и остановки. И поскольку она выполняет функции только опоры, поэтому она более компактная и более дешевая, чем первая анкранная опора. При этом мы здесь тоже применяем свои инновации на ухоу. В частности, здесь тоже частично вместо бетона будет грунт. Вот если посмотреть на арматуру, то видно, что в центральной части будет пустота потом. И в этой пустоте мы разместим грунт около 300 кубических метров весом более 400 тонн. И этот грунт пригрузит опору, поэтому мы удешевим и меньше бетона потребуется для строительства. Ну, примерно 200-300 кубов, стоимостью более 100 тысяч долларов. То есть мы экономим за счет грунта. При этом мы опять сделаем вентикальное зеленение. В теле опоры будут отверстия, где мы посадим вьющиеся растения. И поэтому опора будет зеленой. У меня за спиной эскаватор роет котлован под очередную опору промежуточную легкой трассы, по которой будут ездить наши легкие юнибусы с скоростью до 120 км в час. Это городская трасса для юнибайков. Но мы решили все-таки построить два в одном. И хотя юнибайки будут иметь вес до 800 кг, это трехместный юнибайк, то мы спроектировали трассу и сейчас ее строим, чтобы мог проезжать более тяжелый подвижной состав до 3,5-4 тонн. Я хотел этим роликом показать, что практически чуть ли не каждый день осуществляется авторский контроль за развитием для строительства экотехнопарка. То есть Анатолий Дарвич лично наблюдает за тем, что происходит недалеко от города Мариногорки и также, скажем так, посещает предприятия, которые производят различные конструкции, узлы и агрегаты, которые нам необходимы для возведения трех участков, на которых продемонстрируется возможность транспорта SkyWay. Итак, друзья, переходим непосредственно к предложению компании SkyWay Capital. Как я говорил, компания SkyWay Capital занимается привлечением инвестиций. То есть если в Беларуси у нас научно-производственное предприятие, где трудится инженерный персонал, конструктор, вы видите, идет стройка, то наша задача привлечь максимальный объем инвестиций для реализации этой технологии, о которой мы с вами говорили первые полчаса нашего сегодняшнего вебинара. Основная цель – привлечь необходимый объем инвестиций. Мы говорим где-то о сумме 300 миллионов долларов США за ближайшие два года. По бизнес-плану компании SkyWay Capital, который был, скажем так, опубликован, ой, группа компании SkyWay, который был опубликован пару недель назад, посчитано, что нужна сумма порядка 240 миллионов долларов для того, чтобы реализовать те планы и задачи, которые были поставлены перед группой компании SkyWay в 2014 году. К 2017 году, хочу добавить еще следующую информацию, планируется, что каждая отдельно взятая акция группы компании SkyWay будет стоить 1 доллар. Если сегодня люди могут стать инвесторами нашего проекта, со владельцами технологии и потратить на это, скажем так, какое-то количество центов, либо десятых долей центов за одну акцию, то на выходе это будет 1 доллар США. Система привлечения, которую использует инвестиции, которую использует компания SkyWay Capital, она точно такая же, как и у компании RSO System, которая начала привлекать инвестиции в январе 2014 года. Кстати, все то, что вы сейчас видите, что происходит на территории Экотехнопарка, в наших роликах, в новостях, по сути дела, это на деньги физических лиц, частных инвесторов, таких, как мы с вами. И спасибо вам за то, что вы принимаете участие в нашем проекте. Результат работы компании SkyWay Capital – это проведение демонстрационных сервизационных работ и выведение транспорта, разработанного Ницким, на мировой транспортный рынок. Задачи, которые ставим мы перед собой, они достаточно просты с одной стороны. Это привлечение максимального количества инвесторов на основе микрофинансирования. То есть сегодня стать совладельцем нашей технологии могут люди из разных социальных слоев населения, из разных стран, со всей территории земного шара. То есть даже, скажем так, проинвестировав сумму менее 1000 рублей, вы можете стать совладельцами пакетов, в котором будет более 500 акций нашей компании. А если вы еще приложите усилий для того, чтобы информировать ваше окружение о возможности, которые предлагает компания SkyWay Capital, вы можете стать очень крупным инвестором нашего проекта, потому что вам еще будут выплачиваться вознаграждения, которые вы можете использовать на увеличение пакета долей компании в нашем проекте. Далее. Создать благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора, то есть чтобы вы могли, скажем так, не выходя из дома, имея просто устройство для выхода в интернет, и, собственно, если у вас дома есть интернет, разобраться в информацию, выбрать какой-либо из пакетов долей нашей компании, и благодаря тем платежным системам, которые есть в личном кабинете, приобрести себе тот пакет, который вы посчитаете необходимым. Мы никого не заставляем тратить какие-то сумасшедшие деньги, брать какие-то кредиты и так далее. Разберитесь технологией, поймите, что она из себя представляет, какую выгоду это может дать вам и вашему ближайшему окружению, ну и дальше делайте шаг, либо нет, либо ждите, либо смотрите со стороны. Уже в нашем проекте есть большое количество инвесторов, которые в начале привлечения инвестиций, в 2014-м году, в 2015-м начале, думали, что этот проект вот-вот умрет, ничего не случится, но оказались неправы и сейчас уже являются инвесторами технологии, разработанные и низкие. Конечно же, одна из задач – это обеспечить максимальную прозрачность тех действий, которые можете делать вы сами, те действия, которые делает наша компания, и, конечно же, информирование вас обо всем, что происходит в развитии группы компании Skyway и компании Skyway Capital в частности. Благо у нас здесь, в Москве, работает объем информационной поддержки. Более 10 специалистов ежедневно могут вас проконсультировать по большинству возникающих вопросов, ознакомить с информацией о компании, о проекте, о технологии людей, которые только зарегистрировались на нашем сайте и думают над тем, что с этим совсем делать. Если говорить о реализации технологий в целом, ее также условно можно разбить на 4 составные части, на 4 этапа. Сегодня важно финансирование каждого объема взятого этапа развития группы компании Skyway, как я вам говорил, с 2014 по 2017 год, у нас 15 этапов, каждый из которых подразумевает определенный объем работ, который необходимо выполнять, и, соответственно, на выполнение этих работ нам нужны денежные средства. То есть мы привлекаем инвестиции для этого. Строительство эко-технопарка, потому что все денежные средства идут именно в этом направлении. Далее это уже будут, когда закончится возможность инвестирования денежных средств в корневую технологию, когда мы соберем необходимый объем инвестиций для строительства. Дальше люди смогут инвестировать только в один изятый адресный проект, ну и, соответственно, все это в итоге будет приносить прибыль. Компания Skyway Capital, как я вам уже говорил, зарегистрирует в Великобритании. Инвестировать могут люди, проживающие на территории практически всего земного шара. Важно сказать следующее, что инвестируя денежные средства в компанию Skyway Capital, выбирая пакеты нашей компании, вы становитесь акционером группы компании Skyway, и вас вносят в реестр основного реестра держателя. У нас работает круглосуточная информационная поддержка и высокий уровень капитализации ваших денежных средств за ближайшие 3-5 лет. Помимо всего прочего, помимо того, что вы сегодня приобретаете какой-либо из пакетов долей компании Skyway Capital, и в дальнейшем они могут вам приносить доход, либо при продаже этих пакетов, либо части пакетов, когда акции начнут котироваться на международных рынках, либо дивиденды, которые планируется выплачивать от прибыли после строительства дорог в целом ряде уголков земного шара. Этих проектов будет с каждым годом все больше адресно. Вы еще сегодня можете зарабатывать денежные средства, создавая свой собственный бизнес по партнерской программе, которая подразумевает информационную деятельность, то есть вам нужно будет делать какие-то китонические физические усилия. Если вы разобрались в проекте сами, если вы поняли, что технология перспективна, если вы видите, что она может принести пользу всему человечеству и вам в том числе, давайте информацию о нашем проекте тем людям, которые вас окружают. Либо в повседневной жизни, либо посредством интернета, в котором ежедневно топчется многомиллионная армия людей, которые не знают, куда себя применить. У партнерской программы есть большое количество преимуществ. Мы на вебинарах по партнерской программе обычно подробно разбираем, какие проценты на какую квалификацию вам выплачиваются. Важно понимать следующее, что даже проинвестировав 1000 рублей, 15 долларов США, вы имеете возможность получать серьезный доход уже сегодня, не дожидаясь выхода группы компаний SkyWay на мировой транспортный рынок с технологией и с пакетами долей компаний на мировые финансовые рынки. У нас достаточно высокий процент, вы можете зарабатывать до 20% от привлекаемых инвестиций в наш проект. Большая глубина выплаты процентов, если вы, скажем так, человек, который активно развивает свою партнерскую структуру. Нет ограничений по количеству тех людей, которые можете пригласить за собой в наш проект. И очень важно то, что я говорил, даже проинвестировав небольшую сумму денежных средств в наш проект и активно развивая партнерскую программу, у нас есть так называемый бонусный счет акционный. С бонусного счета деньги выводятся, вы можете их тратить на то, что считаете нужным. А с акционного счета вы можете потратить денежные средства только на приобретение пакетов долей компании SkyWay Capital. То есть, по сути дела, это подарок от компании. То есть, вам ничего не нужно делать, помимо того, что вы даете информацию, вы зарабатываете деньги, у вас еще есть акционный счет, деньги из которого вы можете тратить на увеличение портфеля инвестиций в проекте компании SkyWay Capital, в группе компании SkyWay Capital. Задача партнерской программы – это привлечение, как я вам говорил, суммы порядка 300 миллионов долларов в ближайшие два года в реализацию технологии. Это создание крупных региональных структур и, скажем так, работа с лидерами сетевыми в разных городах и странах. Люди, которые наберут на себя немножко больше ответственности, структурируют бизнес, организовывают, обучают людей, у них еще есть возможность получить дополнительные бонусы и выгоды от того, что они это делают. В дальнейшем это создание адресных проектов, а в целом, в принципе, это оптимизация всех бизнес-процессов для того, чтобы мы привлекали максимальное количество денежных средств к реализации технологий. В компании SkyWay Capital существует обычный, как я называю, стандартный прайс-лист. То есть деньги с акционного счета вы можете потратить вот на эти пакеты, которые вы сейчас видите перед собой. Вот. Здесь есть стоимость пакета. В данной таблице 15 долларов США. Курс доллара у нас иногда плавает, да, вы знаете, то есть он нестабилен. Кстати, в разделе личного кабинета в самом низу, в панели инструментов, вы можете увидеть тот курс, который на сегодня, если вы решили приобрести какой-либо из пакетов далее компании. Итак, уровень доходности минимального пакета, который стоит 15 долларов, 36 раз. То есть к 2017 году вложенные сегодня 15 долларов увеличатся 36 раз, и на выходе вы получите 540 штук акций, вы оформите за собой, да, компанию SkyWay Capital. Это 540 долларов США. В процессе вы можете себе эти пакеты докупать, то есть какое количество, вас никто не ограничивает в количестве пакетов, которые вы можете купить. Как-то, скажем так, в количестве партнеров, которых вы можете пригласить за собой в наш проект, соответственно, заработать денег еще и по партнерской программе. Это пакет обычный, как я говорил, этот третий столбик – это уровень доходности. Чем дороже стоит пакет, тем выше уровень доходности, тем большее количество акций на выходе. Вы видите, например, что пакет стоимостью 60 долларов имеет уровень доходности 50, и на выходе 3000 штук акций. То есть пакет, который стоит 130 долларов, да, уровень доходности 95 и так далее. Максимальный пакет, который вы можете купить в стандартном проекте, это 150 тысяч долларов, он стоит, и он умножается в 350 раз, 52,5 миллиона акций, если вы готовы проинвестировать такую сумму денежных средств. Помимо всего прочего, у нас есть так называемые, наверное, акционные пакеты. Выгодные пакеты на транс, приуроченные к выставке, к форуму, который будет проходить в Берлине. Если вы готовы приобрести пакет стоимостью 1000 долларов, то уровень доходности по нему будет 235 раз. Если вы в течение месяца после покупки первого пакета купите еще один за 1000, у вас уже будет 270 уровень доходности. Третий раз – 290, а четвертый – 300. Более миллиона акций вы получите, если приобретете, скажем так, 4 раза пакеты на транс. Далее у нас есть крупные пакеты, которые включены в наш проект по просьбе наших партнеров из Западной Европы и из стран, и высокий уровень дохода. То есть люди готовы платить и 5, и 10, и 25, и 50 тысяч долларов. Причем у них еще есть, скажем так, право приехать на территорию экотехнопарка осенью и осуществить посадку именно нового эксклюзивного дерева на территорию экотехнопарка. Есть пакеты, которые можно приобретать в рассрочку. Как я вам говорю, это, скажем так, очень действенный инструмент. У нас огромное количество инвесторов, которые выбирают именно этот путь, ежемесячно затрачивая не очень большие денежные средства, они в итоге приобретают серьезные пакеты долей компании. От 26250 акций на пакете старт, где 25 долларов ежемесячно они готовы платить 10 месяцев. Рассрочку можно выплатить и быстрее. До пакета, который стоит 200 долларов ежемесячно на 9 месяцев, на выходе вы можете получить 405 тысяч акций нашей компании. Плюс есть дополнительный бонус. Если вы делаете по мере выплаты рассрочки двойной платеж, вам еще начисляется дополнительная акция, которую вы видите на данном слайде красным текстом. Кстати, каждый пакет, который вы приобретаете в рассрочку, у него есть такая кнопочка подробности. Вы можете нажать эту кнопку и ознакомиться с условиями, которые есть на данном пакете. Для людей, кто активно двигается по партнерской программе, строит свою партнерскую структуру. У нас есть инструменты, расположенные в личном кабинете каждого партнера. Это описание маркетинг-плана с возможностью скачать слайды данного маркетинга и описание, как он работает, как он действует с целью ознакомления людей, которые есть вокруг вас в повседневной жизни. Это реферальные ссылки, которые в первую очередь являются вашим инструментом. Чтобы данный раздел инструмента партнера был вам доступен, вам достаточно просто подписать агентский договор в личном кабинете. И даже если вы не купили еще никакого пакета долей компании, вы можете давать реферальные ссылки, и вам на бонусный счет и на акционный счет могут идти начисления от нашей компании, если кто-либо по вашим рекомендациям начинает приобретать пакеты нашей компании. Для людей, которые занимаются инфобизнесом, у которых есть свои страницы в интернете, в виде сайтов, блогов, страницы в социальных сетях, где можно размещать HTML-коды, у нас есть баннеры. Кстати, буквально вчера общался с одним из инвесторов нашей компании, она скопировала HTML-код, разместила на одной из своих страниц в интернете и говорит, у нее за короткий промежуток времени, чуть ли не за два дня, зарегистрировалось более 20 человек, которые нажали на этот баннер, ознакомились с информацией, и нажали на кнопку регистрации на сайте, в итоге у нее получилось около 20 партнеров. Да, это буквально совсем недавно произошло. В личном кабинете есть информация этих людей, она может выйти теперь к ним, либо на электронную почту, либо даже позвонить по телефону, представиться как наставник, донести информацию. Эти люди могут стать инвесторами в нашем проекте, человек заработает деньги. Поэтому используйте эти инструменты. Раздел новостей в личном кабинете – это тоже инструмент. Напротив каждой новости есть кнопки соцсетей, нажимая которые, если вы зарегистрированы в этой соцсети, вы можете разместить эту новость у себя на странице. Ваши друзья, те люди, которые находятся в тех же группах, что и вы в социальной сети, увидят информацию о том, что вы разместили что-то, они с этим также могут ознакомиться, перейти на наши интернет-ресурсы, нажать кнопку регистрации. К этой новости точно так же прикреплена реферальная ссылка. К инструментам у нас относятся вебинары, которые проходят в онлайн-формате. Вы можете найти расписание вебинаров в личном кабинете нашего партнера, этой презентации, вебинары по партнерской программе, и целая череда обучающих мероприятий, которые проводят наши лидеры, которые развивают бизнес в компании Skyway Capital. Буквально, как я вам говорил, через 10 минут Владимир Маслов будет рассказывать про адресные проекты, как с ними работать, как к этому относиться, как правильно доносить информацию. Периодически промо-акции, которые у нас возникают, это тоже хорошие инструменты. Те пакеты, как я вам говорил, акционы, они действуют не все время, то есть периодически у нас добавляется пакет акционы. Поэтому, если вы принимаете участие в акциях, соответственно, у вас есть дополнительный уровень доходности по пакетам, то есть вы можете на выходе получить больше, чем те люди, которые в акциях участия не принимают. Расписание вебинаров, как я вам говорил, находится в разделе «События» в панели инструментов личного кабинета. Также вы можете найти на сайте компании Skyway Capital в разделе «Региональные лидеры» ссылку на оффлайн-мероприятие, на мероприятие, которое проходит в живом формате в целом ряде стран и городов. Есть возможность обращения в службу технической поддержки, которая, как я вам говорил, работает 24 часа в сутки, как со страницы сайта, так и со страницы личного кабинета партнера компании Skyway Capital. В принципе, предложение, которое делает компания Skyway Capital со своим партнером, это очень выгодное сегодня предложение. Я буквально сегодня столкнулся с человеком, которого знаю давно, который говорит, что инвестиция – это тогда, когда я 400 тысяч евро куда-нибудь валю, значит, это инвестиция. У нас можно, незначительно вложив сегодня на старте, в итоге получить на выходе серьезный уровень доходности. Это именно тот вид инвестиций, о котором рассказывают люди, обучающие других финансовой грамотности. И Бодешефер, и Роберт Киосаки говорят о том, что часто используют такие возможности, как акции только начинающих компаний, которые только развиваются, они могут купить большой пакет, потом при выходе этих компаний на биржу, часть акций они продают, а часть продолжает им приносить прибыль. Вот именно такой проект сегодня у компаний Skyway Capital. На данном слайде вы видите координаты нашей компании, и у нас практически каждый день наш московский офис посещает наши инвесторы. Но желательно предварительно позвонить своему менеджеру и сказать, что я хочу прийти в офис компании, решить какие-то вопросы, либо познакомиться с тем местом, где он находится. Мы, в принципе, не закрыты от общения с инвесторами. По большому счету у меня вся информация, которую я хотел вам дать сегодня. Каких-либо вопросов я в нашем чате не вижу. Единственное, напомню, что через 7 минут будет интересное мероприятие, которое будет проводить Владимир Маклов, доктор экономики. Очень интересный человек, который доходчиво и просто доносит материал, поэтому я вам рекомендую еще успеть заварить себе кружечку чая, может быть, даже намазать маслом бутерброд, а может быть, взять тетрадку и ручку и подробно ознакомить с информацией, которую даст Владимир. У меня на сегодня все. Если нет вопросов, тогда мы будем с вами сегодня прощаться. Всем хочу пожелать хорошего вечера. Поблагодарить вас за то, что были сегодня с нами. Как я говорил, огромный объем информации есть на страницах сайта компании Skyway Capital, видеоматериалов и печатных материалов. Поэтому разбирайтесь с информацией. Если вы первый раз слушали данную презентацию, обязательно обратитесь с тем людям, которые вас пригласили. Задайте максимальное количество вопросов, потому что самый глупый вопрос вы знаете, это тот, который не задан. Соответственно, вы не получаете ответа на свои вопросы. Ну а я, позвольте мне отклониться, заканчиваю сегодняшний вебинар.